Хомяк породы внешний вид животного особенности. Хомяк – маленький пушистый грызун с короткими лапками, миниатюрными ушками и маленьким хвостом. Существуют дикие и домашние разновидности, которые обитают в разных уголках земного шара. Домашние хомяки сообразительны, быстро запоминают свое имя и привязываются к хозяину. Кто такие хомяки? Хомяк – это небольшой или среднего размера, грызун с плотным телосложением, короткими лапками с устрыми когатками и хвостом длиной от 4 мм до 24 см. На круглой голове с заостренной мордочкой располагаются маленькие или довольно большие уши, размер зависит от бороды, длинной усы и глаза бусинки темного цвета. Домашний хомяк дружелюбен и неагрессивен. Многие хомяки своим внешним видом напоминают крыс, мышей, белок или маленького зверька Соню. Внешние характеристики зависят от вида. Длина тела – от 5 до 35 см. Вес – 7-700 грамм. Половые признаки не выражены, зрение слабое, слух. И обоняние развито хорошо. Особи общаются между собой с помощью писка и ультразвуков. Угрозуна – 16 зубов, 4 передних резца и 12 коренных. Зубы растут всю жизнь, поэтому хомяк должен постоянно их стачивать. Мех густой и мягкий, длина волос и окрас зависят от бороды, защищенные. Мешки небольшие, располагаются по бокам головы. За один раз хомяк способен перенести в этих мешках до 50 грамм еды. Важно! Некоторые породы хорошо плавают и ныряют, благодаря плавательным перепонкам на задних лапах. Есть породы, способные хорошо плавать, какие бывают хомяки. В семействе хомяков выделяют и несколько подсемейств, к которым относятся домашние и дикие породы. Подсемейство грызунов – хомяки, неотомовые хомяки, хлопково-хомяковые, лазающие хомяки. Породы домашних хомяков – как выглядят особенности. Существуют привычные на вид хомяки, а также редкие и необычные. Домашние хомячки и дикие породы отличаются между собой окрасом, размером, образом жизни. Приобретая домашнего питомца, необходимо просмотреть информацию про хомячков, знать описание породы и сколько они живут. Наиболее популярные породы – хомяков – сирийский, джунгарский, хомяки Робуровского и Кэмпбелла. Переднеазиатский хомяк – сирийская золотистая порода считается самой популярной для разведения в домашних условиях. Они просты в уходе, нетребовательны к еде, хорошо переносят высокие температурные показатели, имеют стойкий иммунитет к заболеваниям. Красивый зверек, небольшой, длина тела не превышает 15 см, вес не более 250 г. У животного миниатюрный хвост, который еле заметен из-за густого лосяного покрова. Окрас шубы золотисто-белый с розовым отливом, волос короткий и гладкий. Но существует разная расцветка от желтого и коричневого до шоколадно-черного. Также эта порода имеет разную длину шерсти. Выделяют разновидности, длинношерстные, атласные, рекс-корытко-шерстные, бесшерстные. Важно! У переднеазиатских хомяков 4 пальца на передних лапках и 5 на задних. Цвет глаз черный или коричневый джунгарский хомяк среди домашних видов данная порода считается одной из популярных за дружелюбие. Быструю привязанность к хозяину, неприхотливость. Грызуны среднего размера, длина тела около 10 сантиметров. Посередине спины до основания хвоста проходит ярко выраженная темная полоска. На макушке она переходит в форму треугольника, который спускается к мочке носа. Остальной мех дымчатопепельный с небольшими белоснежными петнами. Существуют экземпляры с небесным, жемчужным или красным оттенком. Джунгурский хомяк живет полтора-два года. Домашний питомец ведет ночной образ жизни. Содержание не требует особых навыков, но необходимо учитывать, что зверек не терпит соседства. Джунгарик отличается полосками на спинке хомячки Робуровского. Это разновидность карликового типа. Длина тела 5 сантиметров, хвоста практически незаметна. Спина, холка и уши окрашены в золотисто-серый цвет, грудка и лапки в белый. Отличительной чертой породы являются белоснежные надбровные дуги. Природное расположение лап позволяет хомяку активно прыгать. Поэтому приобретая клетку этот фактор необходимо учитывать. В зимний период активность снижается. Благодаря активному веселому нраву, домашний питомец не даст заскучать своему хозяину и будет хорошим другом для детей. Маленьких хомячков нужно выращивать парной линии большими группами. Хомяк Эмбелла карликовая порода, длина тела не превышает 10 сантиметров. Шерстяной покров золотистого цвета, продольная спинная полоса тонкая и не имеет четких границ. Переход окраса от спинки к брюшку арочный, не сильно выраженный. У некоторых экземпляров окрас мяха может быть пятнистым, черным или белоснежным. Домашний питомец хорошо уживается соседями, поэтому можно в одной клетке держать несколько особей. В уходе порода не прихотлива. Продолжительность жизни двух годов австралийский хомяк Вамбааты – сумчатый млекопитающий, внешне напоминающий миниатюрного медведя или большого хомяка. Животное имеет тело длинное до 130 сантиметров, вес – до 45 килограмм. Туловище толстое, компактное. Голова большая, с маленькими глазами и в небольшими округлыми ушами. Хвост у грызуна небольшой, конечности сильные и короткие. Шерстяной покров темный, с пепельным или шоколадным отливом. Вамбаты могут быть длинные и короткошерстными. Вамбаты внешне напоминают неуклюжих медвежат. Сунгурский хомяк по внешнему виду, брызун похож на джунгарскую породу. Но так как родом они с Сибири, хомяки имеют второе название – русские блестящие. Хомяки миниатюрного размера ведут ночной образ жизни. Мягкая шубка меняет окрас в зависимости от времени года. Зимой шерстяной покров имеет белый цвет, летом – темный. Белый хомяк только зимой, летом темнее, Тейлор – миниатюрный вид с длиной тела до 8 сантиметров. Особенность породы в том, что пара таких зверьков хорошо уживается и вместе воспитывает свое потомство. Пушистый зверек имеет длинную шерсть, окрашенную в золотисто-пепельный цвет. Маленькие хомячки сильно кусаются ради другой названия – дагестанская порода. Зверек ведет ночной образ жизни и не отдается дрессировке, поэтому перевести его на дневной образ жизни невозможно. В связи с этим породу редко заводят как домашнего питомца. Животное крупное, вырастает до 28 сантиметров. Густая шуба коричневого цвета с темными или пепельными кроплениями. По морде и грудке проходят белоснежные полоски. Порода ведет ночной образ жизни. Китайский хомяк, китайский хомячок в растонародье часто называется полосатым. Длина тела около 3 сантиметров, темно-светлая шуба с черными продольными полосками вдоль позвоночника выглядят красиво и экзотично. Благодаря красу хомячок вызывает восхищение и его часто заводят в качестве домашнего питомца полосатый брызун неприхотлив в уходе. И содержание дикие хомяки как выглядят, где обитают особенности. Часто люди знакомы с хомяками исключительно как с домашними милыми питомцами. Но в природе существует большое количество видов, которые способны самостоятельно добывать пищу, воспитывать свое потомство. Обыкновенный хомяк – самый крупный представитель этого рода. Взрослая особь достигает 30 сантиметров восточной долготы, но масса тела может превышать 500 грамм. У бороды маленькая вытянутая мордочка с миниатюрными ушами и темными круглыми глазами. Спинка покрыта бурой пепельной шерстью, нос, мордочка и лапы белого цвета, брюшко – черного. За ушами присутствуют белесые пятна. Из-за яркого окраса грызуны часто становятся объектом охоты. Важно! В природе встречаются чисто черные особи, а также черно-белые с серым кроплением. Данный вид для проживания в домашних условиях не подходит рыбоядной хомяке. Данный вид обитает в Центральной и Южной Америке. Грызуны ведут полуводный образ жизни, часто появляются около горных речек. По внешнему виду и размерами напоминают серую крысу. У грызунов приплюснутая морда, маленькие уши и темные блестящие глаза. Шерстяной покров густой, спина темно-серая, брюшко и лапы серебристо-пепельные. Основной пищей у грызунов являются мелкие ракообразные, членистоногие, рыба. Пальцы частично соединены перепонками болотный хомячо-болотный рисовый хомяк. Редкий вид, который находится под угрозой исчезновения. Живет он в соленых болотах, поэтому приспособился пить морскую воду, что является редкостью для млекопитающих. Внешне маленький грызун напоминает серую или черную крысу. Спина животного покрыта серой или ржаво-коричневым мехом, брюшко пепельное или белесое. Темно-коричневый хвост короткий, покрыт небольшими чешуйками. Мех густой, коротый. Продолжительность жизни 9-12 месяцев. Лесные хомяки Корбыш довольно большой хомяк, обитающих в лесах. Взрослая особь достигает в длину до 34 см, имеет вес 700 г. Толстый хвост, сужающийся к концу длиной 10 см, покрыт мелкой короткой щетиной. У породы короткие волосатые уши, заостренная мордочка, крепкие лапы и сильные пальцы с острыми коготками. Шерсть угрызуна густая и мягкая. Живот окрашен в черный цвет, спина и грудь имеют бурый или ржавый окрас. Боковая часть передних лап имеет белоснежные пятна. Такие же отметины присутствуют за ушами, а иногда и за лопатками. По внешнему виду лесной хомяк напоминает домашнего, но содержание его в качестве домашнего животного невозможно. Он не поддается дрессировке, будет кусаться, вести ночной образ жизни и пытаться вырваться на свободу. Рыжий хомяк довольно крупное животное соневидный хомячок порода, внешне похожа на небольшую белку или садовую соню. Огромные темные глаза придают зверьку удивленный вид, а темные круги вокруг глаз делают взгляд более выразительным. Мягкий, густой шелковистый мех на спине окрашен в коричневый цвет, хребет в черный, брюшко и лапы в чисто белый. Пушистый длинный хвост имеет коричневый окрас. В природе грызуна можно встретить от Мексики до Панамы. Он обитает в лесах и ведет древесный образ жизни. На ветвях строят шаровидные гнезда, внешне похожие на беличье. Хомяк ведет ночной образ жизни, любит палатами со фруктами. Порода имеет экзотический внешний вид, хлопковый хомяк, щетинистый хлопковый хомяк, небольшой грызун. Длина тела достигает 20 сантиметров, хвост до 14 сантиметров. Спина покрыта грубым, бурым или темно-коричневым мехом, брюшко отрашено пипельный или светло-коричневый цвет. Грызун ведет ночной и дневной образ жизни. В качестве укрытия от врагов делает травяные гнезда или использует покинутые норы других животных. Порода относится к сей ядной, питается насекомыми, яйцами, птиц, птенцами, ракообразными и молодыми побегами. Продолжительность жизни около полугода кузнечиковые хомячки и некрупные грызуны заселяют засушливые территории. Своё название порода получила благодаря манере поведения. Особи общаются между собой пронзительным писком, который разносится на несколько десятков метров. У породы есть одна особенность – на зверька не действует яд скорпиона. Основной рацион питания грызуна – насекомые и мелкие грызуны. Кузнечиковый хомяк считается хорошим хищником, поэтому человеку лучше не контактировать с ним. Внешний вид неприметный и безобидный. Зверек покрыт красновато-желтой шарсткой, кончей хвоста чисто белый. На животного не действует яд скорпиона, красовидный хомяк, крупное тело и длинный хвост придают грызуну крысиный образ. Тельце длиной 25 см покрыто серо-бурым мехом, лапки – белоснежным ворсом. Крепкие лапы с устрыми когатками способны вырыть сложные, глубокие норы, которые служат надежным убежищем от врагов. Питается грызуна семенами и урожаем с полей. Важно! Отличие хомяка от крысы – это отсутствие поперечного кольца на хвосте. В качестве домашнего животного не подходит, как определить породу хомяка. Приобретая маленького питомца, важно знать все про хомяков, а также уметь правильно определять породу. Для этого необходимо различать их по внешнему виду, знать допустимый окрас и размер зверька. Определить виды хомяков можно по следующим факторам – размер вес, форма мордочки, размер ушей и окрас глаз, цвет шерсти, наличие или отсутствие спинных полосок, количество пальцев на передних и задних конечностях, активность и образ жизни, наличие или отсутствие шерсти на лапках. Важно! Определившись с породой перед покупкой, важно внимательно ознакомиться с характеристикой вида. Враги хомячков в дикой природе. В естественных условиях пушистого зверька на каждом шагу подстерегает опасность. Наибольшую угрозу представляют хищные птицы, совы, куршуны, дикие кошки, лисы. Чтобы не попасть в лапы хищнику, хомяки всегда на щеку, чем питаются хомяки. В дикой природе хомякам приходится самостоятельно добывать себе пищу. Основной рацион питания – это зерно. Также они не откажутся от молодых побегов и бамбука. Помимо злаковых и бобовых культур грызуны любят овощи и фрукты, поэтому часто они разоряют огороды в поисках в еды. Чтобы наполнить организм белками, хомяки часто употребляют мелких насекомых, червей и змей. Водоплавающий вид часто питается остатками рыбы – моллюсками и ракообразными. Хомяк – небольшой грызун с мягким пушистым мехом. В природе существует большое количество видов, которые отличаются размером, окрасом шерсти и образу жизни. Из-за плохого зрения хомяки полагаются на острый слух и обоняние.